2024-й должен был стать их годом. В преддверии недавних выборов в Европарламент ультраправая партия «Альтернатива» для Германии была одним из лидеров в вопросах общественного мнения. Мы готовы к большему. Но всё пошло не по плану. В январе сотни тысяч людей по всей Германии вышли на улицы. Это не та Германия, которую я знаю и в которую я приехал. Это отвратительно. Протесты спровоцировали сообщения о том, что некоторые члены АДГ присутствовали на встрече, на которой обсуждалась массовая депортация мигрантов, в том числе и тех, кто уже получил гражданство ФРГ. Но на этом всё не закончилось. Одного из ведущих деятелей партии Бьёрна Хёке обвинили в использовании нацистских лозунгов. А ведь в АДГ надеются, что именно он получит первое в истории партии кресло главы земельного правительства на предстоящих выборах в федеральной земле Тюрингия. Затем последовали скандалы с главными кандидатами от АДГ в новый Европарламент. Помощник евродепутата Максимилиана Кра был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. А Пётр Бистрон, депутат Бундестага, обвинён в получении денег из России. В итоге оба политика были отстранены от участия в избирательной кампании. На этой неделе произошла неудача с нашим важным проектом. Я не буду здесь приукрашивать. Вдобавок ко всему, лидер правых популистов Франции Марин Липен прекратила сотрудничество с АДГ в Европарламенте. Это стало ответом на высказывание Максимилия Накра о солдатах СС, о том, что не все, дескать, из них были плохими людьми. И тем не менее, в ночь объявления результатов выборов в Европарламент партия ликовала. Полное удовлетворение. И это попутный ветер для нас на предстоящих выборах в Лангтаге. Но данные соцопросов показывают, что результат мог быть ещё лучше. Некоторые в партии считают, что руководство должно было оказать большую поддержку своим кандидатам. Теперь всё внимание сосредоточено на съезде АДГ. А теперь непосредственно к съезду партии «Альтернатива для Германии», который проходит в эти выходные в немецком Эссене. Около 600 делегатов АДГ собрались на окрытой арене Груга Хали. Но попасть на съезд делегаты смогли не сразу. Левые активисты заблокировали вход на мероприятие. Массовый протест против АДГ перерос в столкновение с полицией, а также к потасовкам демонстрантов с участниками съезда. Подробности в нашем материале. Уже около 7 утра 29 июня у здания Груга Хали в Эссене начали собираться протестующие. Организаторы демонстрации ожидают, что в течение дня число демонстрантов по всему городу достигнет 100 тысяч человек. Их целью было помешать съезду ультраправой партии «Альтернатива для Германии». Так, на ведущей к крытой арене Груга Хали улице протестующие заблокировали дорогу, чтобы затруднить подъезд членов АДГ. Сидячую блокаду протестующие устроили на соседней улице. Организаторы демонстрации подчеркивали, что протесты должны быть мирными. Однако в течение дня обстановка постепенно накалялась. Подъезжающих к месту съезда политиков освистывали. Некоторым из них пришлось буквально перелезать через ограждение, чтобы пройти к Груга Хали. В щекотливую ситуацию попал член АДГ Штефан Хрди. Подъезжая к месту съезда, он по сообщениям изданий «Цайт» и «Шпигель» покинул машину, вступил в перепалку с демонстрантами, упал, а затем якобы даже укусил одного из протестующих. По соцсетям распространились кадры жестоких столкновений демонстрантов с полицией. Для защиты пребывающих на съезд политиков полицейским пришлось даже применить баллончики со слезоточивым газом. В итоге съезд все же состоялся. Одни из главных вопросов его повестки – переизбрание Алис Вайдаль и Тина Хрупалы в качестве лидеров партии, а также недавние скандалы с видными членами АДГ. Много на этом съезде говорили и о внешней политике, традиционно во многом повторяя кремлевский нарратив. «Партия «Зеленых» вызвала инфляцию и деиндустриализацию, вмешавшись в войну на Украине, поэтому мы единодушно перепозиционировали себя как партию мира, потому что санкции «Экономическая война» вредят нашим гражданам здесь, в Германии, потому что свободная и мирная торговля со всем миром выгодна нашей стране». По данным полиции, 29 июня в Эссене зарегистрирована 31 протестная акция против ультраправых. На одной из них присутствовала в том числе и группа «Русские против АДГ». При этом сама правопопулистская партия связывает массовые протесты с деятельностью своих политических оппонентов и упрекает их в противодействии демократии.